Вопросы происхождения волнуют человека с древнейших времен. Мифы и легенды разных народов мира дают нам сведения о генеалогиях царей и воителей древности. Происхождение многих из них восходит к богам или великим героям. В древней Элладе это мог быть Геракл. Германские правители связывали свое происхождение с самим Вотаном или другими богами. А из слова о полку Игореве известно именование себя «Дожить божьими внуками». Однако в данном выпуске нас будут интересовать не мифологические генеалогии. Мы обратимся к тому, что может предоставить нам современная наука в отношении наших предковых компонентов. Не столь давно новостные источники пестрили подобными заголовками. Ученые доказали, что раньше Европу населяли темнокожие люди или «Первый британец был черным». Эта весть была растиражирована в связи с исследованием генотипа Чендарского человека. Была даже произведена его реконструкция с темным цветом кожи. Они столь давно и вовсе сняли фильм, где древнего европейца Янь Шичу играл негр с голубыми линзами. В принципе, это не удивительно, учитывая недавнюю экранизацию «Илиады». Поначалу кто-то воспринял новость о темном цвете кожи Чендарского человека с ликованием. Я думаю, вы уже поняли, что этими лицами были леволибералы, борцы за права меньшинств, сторонники эголитаризма и всевозможные SJW. Казалось бы, вот оно доказательство того, что Европа в действительности принадлежала тем, кого сейчас в англоязычной сфере называют «people of color». Другие люди восприняли открытие смуглой кожи Чендарского человека в штыки. Некоторые сторонники правых взглядов решили, что это некий заговор либералов и марксистов, проникших в науку и саботирующих подлинно научные исследования. Однако такой крайний скептицизм тоже нежелателен. Но, тем не менее, можно понять, откуда он растет. Учитывая все эти нечистые трюки в новостных изданиях, неудивительно, что некоторые ополчились против всего этого. Так как же все обстоит на самом деле? Правда ли это, что в старь Европу населяли негроиды? Чтобы ответить на все эти вопросы, давайте обратимся к тому, что сейчас известно о европейском наследии эпохи Мезолита. Древняя ДНК индивидов и популяций исследуется в рамках археогенетики. При этом выделяется несколько компонентов, которые современные европейцы унаследовали от своих предков. Одним из таких компонентов является компонент западноевропейских охотников-собирателей – Western Hunt & Guthers, откуда сокращение WHG. Эти охотники-собиратели в период Мезолита, 12-5 тысяч лет до нашей эры, населяли западную, южную и центральную Европу. Западноевропейские охотники-собиратели представляют собой единый континуум вместе со скандинавскими охотниками-собирателями и восточноевропейскими охотниками-собирателями. Эти три группы представляли собой ключевые популяции Европы в период раннего Голоцена. В период Мезолита ландшафт Европы отличался от современного. Например, еще не был поглощен водами Доггерленд, который был населен людьми. Таким образом, Британия не была островом, но была соединена с континентом. Существенную часть тогдашней Европы населяли западноевропейские охотники-собиратели. Как известно, они были потомками кроманьонцев Верхнего Палеолита, однако в целом они могут быть смоделированы как потомки этих кроманьонцев в сочетании с восточноевропейскими охотниками-собирателями. При этом западноевропейские охотники-собиратели отделились от восточных евразийцев примерно 40 тысяч лет до н.э., от северных евразийцев примерно 22 тысячи лет до н.э. Также их генетический компонент принял участие в формировании ранних европейских фермеров, еще одного предкового компонента современных европейцев. Тем не менее, ранние европейские фермеры были преимущественно потомками ближневосточных натуфийцев. Мезолитические охотники-собиратели Западной Европы входят в так называемый кластер Виллобруно. Он назван вслед за тем именем, что было присвоено человеку, вернее его останкам, палеолитической и эпиграветской культуры. Человек Виллобруно-1, известный также как репарий Виллобруно, бывший представителем вышеназванной еще палеолитической культуры, оказался носителем митохондриальной группы У5Б2Б и Y-хромосомной гаплогруппы Р1Б. У Чеддарского человека была обнаружена Y-хромосомная гаплогруппа И2А2Б и митохондриальная гаплогруппа У5Б1, такая же как и у человека из Бешонского грота и у человека из Ложбура. Были и другие исследования, но все они показали, что основными Y-хромосомными гаплотипами западноевропейских охотников-собирателей были И и Р, а митохондриальная ДНК принадлежала гаплогруппе У. Теперь, когда мы ознакомились с тем, кто же такие западноевропейские охотники-собиратели, самое время затронуть вопрос их внешности. Как оказалось, это не самый последний вопрос с точки зрения психологии и политики. Согласно генетическим исследованиям, представители западноевропейских охотников-собирателей имели смуглую кожу и голубые глаза. Возможно, в ряде реконструкций, включая растиражированную реконструкцию Чеддарского человека, могла быть переоценена темная пигментация этих людей. Тем не менее, их кожа, скорее всего, была явно темнее, чем сейчас у обычных европейцев, тем более северных. Однако отсутствие в генотипе представителей западноевропейских охотников-собирателей генов, кодирующих светлую кожу, никак не говорит о связи с африканскими негроидами. Помимо этого, вероятность того, что кожа Чеддарского человека была темной или черной, составляет 76%. Отмечается, что нельзя быть уверенным на 100%, поскольку ДНК-тестирование на данный момент развито не так хорошо. Об этом говорит профессор генетик Сьюзан Уолош, участвовавшая в исследовании генотипа Чеддарского человека. Кроме того, не прибавляет уверенности тот факт, что ДНК первобританца могла деградировать за последние 10 тысяч лет. Так что, возможно, Чеддарский человек действительно не был обладателем смуглой кожи. По всей видимости, это же касается и всех других мезолитических охотников-собирателей. Но 76%, на мой взгляд, это вполне достаточно, чтобы отразить данный факт на реконструкции. Результаты аутосомных исследований также показывают, что наиболее существенные генетические компоненты западноевропейских охотников-собирателей сохранились в Северной и Восточной Европе. Однако наиболее выражено их наследие у народов Восточной Балтики. Эти генетические линии никоим образом не связаны с африканскими. Поэтому рассуждение о том, что Европу когда-то населяли people of color, идентичные современным африканцам, вымысел. Впрочем, как и мнение о том, что этих негроидных охотников-собирателей истребили злые белые люди. Все это интересно разве что с психологической точки зрения, но исторически и генетически это не имеет под собой каких-либо оснований. Здесь мы сталкиваемся с фанатичным желанием определенных лиц верить в политически сконструированную ложную реальность. Тот факт, что в историческом фильме охотника-собирателя Европы сыграл негроид, которому просто надели голубые линзы, является исторической антропологической ошибкой. Очевидно, она сделана намеренно с целью введения людей в заблуждение. Западноевропейские охотники-собиратели краниометрические, то есть по физическим показателям своего черепа, были европеоидами, а не негроидами. На данный момент наиболее фенотипически близки к западноевропейским охотникам-собирателям те фенотипы, которые описаны американским антропологом Карлтоном Куном как верхнепалеолитические, то есть барибю, брюны. Также в эту группу можно включить фальский тип, который в разных классификациях имеет весьма разные названия. Фалит, далафалит, даланордит. Как раз все перечисленные расовые типы распространены прежде всего среди северных европеоидов. Более того, в некоторых классификациях они описаны как карманьонские или кармониды. Нами уже было отмечено, что западноевропейские охотники-собиратели были потомками карманьонцев. И таким образом, существенное присутствие компонента западноевропейских охотников-собирателей в северной и восточной Европе, на мой взгляд, действительно позволяет называть определенные фенотипы карманьонскими. Подводя итоги, необходимо еще раз отметить, что смуглая кожа чидарского человека и других охотников-собирателей Европы никоим образом не говорит об их африканском происхождении. Негроидов делает негроидами, а европеоидов европеоидами не только цвет их кожи, но комплекс признаков, связанных с их генетическим наследием. В случае западноевропейских охотников-собирателей нет ни такого комплекса, ни наследия. Субтитры создавал DimaTorzok Ссылки также в описании. С вами был Вячеслав Ларин, автор проекта Odo. Спасибо за просмотр.